Мои топ-5, которые позволят кожу шеи сохранять дольше здоровой, молодой и красивой. Сегодня мы говорим о шее. Как сохранить молодость, здоровье и красоту? Это большой-большой вопрос, такой комплексный, который носит в себе всеобъемлющую информацию, потому что шея – это очень деликатная зона нашего тела. Приветствую всех, уважаемые подписчики. Сегодня с вами на нашем канале Онкодерма. С вами я, Голубева Евгения, врач-дерматолог, косметолог, дерматанколог. Я взрослый и детский доктор. Кожа шеи, она, конечно, очень ранимая, очень тонкая и очень тесно принимает участие во всех функциональных механизмах шеи. Естественно, является защитной структурой, которая принимает на себя весь удар внешней среды. А это солнце, это загрязнение, это механическое сдавление, трение. Все время мы что-то носим на шее. Шея сталкивается также с вирусами, грибами, бактериями. Поэтому кожа шеи очень здорово страдает. И для этого существуют профилактические мероприятия, о которых я вам сегодня постараюсь рассказать. В доступной форме донести до вас полезную информацию. Мои личные наблюдения, это мои топ-5, которые позволят кожу шеи сохранять дольше здоровый, молодой и красивый. И номер один, это правильное здоровое питание и образ жизни. Ни для кого не секрет, мы состоим из белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов. И все это мы в достаточной мере должны получать с продуктами питания. Пожалуйста, подходите с умом к выбору того, что вы в себя потребляете. Следите за своей массой тела, потому что ожирение нам дает очень много нежелательных явлений, как для гормональной сферы, так и страдает обмен веществ. А нарушение метаболизма и гормональные дисфункции, это все то, что очень негативно складывается на качестве нашей кожи. Появляются сосуды, пигментные пятна, кожа быстрее стареет, ломаются коллагеновые эластиновые волокна, а еще внешние воздействия на кожу шеи и все, беда. Поэтому питание имеет огромную роль, имеет большое значение. Плюс при ожирении лишние локальные жировые отложения очень любят скапливаться в области шеи. Это мы ведем речь о втором подбородке и все это тоже не добавляет красоты в этой зоне. Следите, пожалуйста, за своим питанием. О вредных привычках много говорить не буду, курить бросаем, с алкоголем не злоупотребляем. Все это на наше здоровье, на качество кожи. Очень свой немаловажный отпечаток накладывает. И здоровый сон это тоже то, что позволяет нам сохранять свою молодость, здоровье, быть в балансе. Поэтому ночью надо спать. Ко второму немаловажному аспекту профилактики здоровой кожи шеи я отношу физическую активность в любом ее проявлении. В зависимости от того, какая физическая нагрузка подходит вам. Шея это часть нашего осевого скелета. Там есть позвоночник, там есть скелетные мышцы. Поэтому движение это жизнь. И, соответственно, нормальные, здоровые физические нагрузки показаны практически каждому. А шея при любых физических упражнениях принимает непосредственно участие в комплексе упражнений. И наиболее полезными я для себя нахожу это йога, плавание и фитнес дозированный. Больше ходить, больше дышать свежим воздухом. Поэтому следите, пожалуйста, за своей физической активностью. Потому что нормальный тонус мышц шеи, здоровый, ровный позвоночник, в том числе шеи нам отделит. Все это будет способствовать тому, что кожа шеи будет выглядеть более подтянутой. Она будет в тонусе и будет гармонично жить с вами всю вашу оставшуюся жизнь. Естественно, физическая активность позволит вам избежать нежелательных жировых отложений. А шея такая зона, где существуют жировые ловушки. И жировые отложения очень любят быть в этой зоне. Поэтому берегите себя. Занимайтесь физкультурой, занимайтесь любыми видами активности, которые вам позволены. Ищите грамотных инструкторов и тренеров, которые будут курировать вас. Третий очень важный аспект – это посещение бани, сауны, хамамов, спа-процедур. Этот комплекс оздоравливающих мероприятий, я считаю, наиболее важным практически для всех, конечно, при отсутствии противопоказаний к посещению таких мест. И что это нам дает? А дает нам очень многое. Во-первых, улучшает трофику тканей, улучшает микроциркуляцию, позволяет вывести ненужные токсины из организма, позволяет нашей коже дышать. При посещении бани и сауны мы добиваемся прогрева кожи до нужной температуры, которая запускает процессы неокологеногенеза, обновления клеточек кожи и, соответственно, способствует оздоровлению и омоложению кожи. Также при посещении бани и сауны вы самостоятельно можете себе делать всевозможные уходовые процедуры, такие как скрабирование, чистки кожи, массажи, применение всевозможных масок, пилингов и, в общем, насколько фантазии у вас хватает. Поэтому только одни большие плюсы. По моему наблюдению многолетнему, так как я человек, который систематически посещает бани и сауны еженедельно, я наблюдаю за кожей людей, которые систематически таким образом оздоравливаются. И их кожа выглядит гораздо здоровее и гораздо моложе, нежели у людей, которые пренебрегают этой привычкой. Поэтому заведите себе такую благородную привычку, как ходить в баню и сауну. Это моя вам рекомендация. Четвертый очень важный профилактический блок – это базовый уход за кожей шеи. О лице все помнят? Очищение, тонизация, увлажнение или питание. Шею почему-то забывают. Шея – это то, что начинается отключить и пошли вверх до нижней челюсти. Вот этот шея из этой зоны обязательно нужен такой же базовый уход. И плюс ко всему этому – адекватная фотопротекция. Потому что шея – это тоже открытая часть нашего тела, которое подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей. Поэтому не забывайте об уходе за шеей. Каждый может это делать в домашних условиях. И последний, пятый, вот такой вот он огромный блок – наша косметология во всей ее многогранности. Об этом я буду делать отдельное видео. Косметологических мероприятий по оздоровлению кожи шеи сейчас очень много. Они настолько разноплановые, разносторонние. Мы применяем комбинацию всех этих методик для того, чтобы добиться максимальных клинических результатов. Итак, первое – это уходовые процедуры, показанные практически каждому с юного возраста. Начиная, пожалуйста, чистки, массажи, маски, всевозможные физиопроцедуры, которые направлены на улучшение микроциркуляции, на лимфодренаж. Это каждый себе может позволить. Второй крупный блок – это инъекционная косметология. Это всевозможные наши биоревитализанты с содержанием гиалуроновой кислоты, пептидных комплексов, витаминов, микроэлементов. Это плазма лифтинг или PRP-терапия. Это коллагеностимуляторы препарата на основе гидроксиапатита кальция, на основе гиалуроновой кислоты, на основе пульмолочной кислоты. Все то, что способствует уплотнению, подтяжке кожи. Аппаратная косметология – это очень большой раздел, который включает в себя все возможные лазерные шлифовки, IPL-системы процедур фотоомоложения, сосудистые лазеры, лазеры по пигменту, сфокусированный ультразвук, радиоволновые методы коррекции, возрастных изменений кожи и так далее. Аппаратная косметология очень богата сегодня. И в сочетании с вышеуказанными косметологическими процедурами, конечно, мы добиваемся максимального результата. Все по индивидуальным показаниям, все согласно вашему типу, возрасту и проблеме и так далее. Об этом посмотрите, дальше будет видео, обязательно я его сделаю. Вам более расширенный и развернутый ответ дам по косметологическим методам омоложения кожи. Последний этап лечения выраженных изменений кожи шеи, это, конечно, пластическая хирургия, которая тоже очень виртуозно сейчас может помогать пациентам с проблемами провисания кожи, излишними какими-то там жировыми отложениями. В общем, хирургические методы коррекции и подтяжки кожи сегодня существуют. Вот так, в общем, я вам рассказала о своих пяти основных мероприятиях, которые позволят кожу шеи поддерживать долго в молодом и здоровом состоянии. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях под этим видео. Я надеюсь, вы что-то почерпнете полезное конкретно для себя, можете со мной поспорить. Я вам желаю молодости, красоты, здоровья и процветания. Берегите кожу шеи с молоду и занимайтесь всеми профилактическими мероприятиями, которые позволят выглядеть вам молодо и красиво всю жизнь. До скорой встречи в новых видео. С вами была Голубева Евгения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok